Глава шестая. Теократическая вертикаль власти. В январе 2012 года исполнило шесть лет с тех пор, как была основана церковь Дом Хлеба в городе Сакраменто, Калифорния. За это время я провел многие дни и ночи в молитвах и рассуждениях над словом, старательной попытке понять Божий замысел о структуре управления церковью. «Какова же все-таки модель устройства Дома Божьего? Все, что я знал, так это то, что всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Послание к евреям, 3 глава, 4 стих. Но как это выглядит на практике, я понятия не имел. Меня это очень занимало и увлекало. Я не привык экспериментировать, тем более на живых людях. Моя жизнь и жизнь людей, доверенных мне Богом, слишком драгоценна, чтобы расточать ее нахождение вокруг горы, чтобы погубить дни в суете и годы в смятении. Каждое мгновение и каждая доля моей внутренней энергии должны быть бережно конвертируемы в пользу, то есть в то, что Библия называет плодом. Но мне никак не удавалось найти образец, нащупать пульс, как управлять обществом. Одно дело – вертикальное взаимоотношение с Господом на личном уровне. И совершенно другое – горизонтальный уровень взаимоотношений с братьями и сестрами по вере. Одно дело – привитие к корню и соку маслины через личную веру. Смотрите послание к римлянам 11.17 И совсем другое – когда все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение. Послание к Ефесинам 4.16 Одно дело – когда Христос говорит «Ты иди за Мною». Евангелие Иоанна 21.22 И совсем другое – пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. Амос 3.3 стих Каждый член тела Христова есть его органическая составляющая. Это значит, что страдает ли один член, страдают с ним все члены. Не только боль одного разделяют другие, но и заболевание одного дает осложнение на остальных. Каждый несет личную ответственность за общее дело. Говорят, что камни в Великой Китайской стене имеют фамильные печати. В случае некачественного обжига в печи, под давлением веса и от перепада температуры, камень в стене может лопнуть. В таком случае по фамильной печати без труда находили человека, который его изготовил, и казнили вместе со всей семьей. Но единство ничем так не испытывается, как многообразием предложений. В чем секрет завоеваний Адольфа Гитлера, когда он уверенно оккупировал одну за другой европейские страны? Его сила крылась не в хитрости и тем более не в мудрости стратегических решений, а в монолитности его сторонников. И напротив, даже угроза захватнической войны не могла объединить народные массы европейских государств благодаря в кавычках «свободным демократиям». Лучшие правительственные умы, такие гении, как Черчилль, оказались бессильными поднять людей на защиту Отечества только потому, что не имели единой программы, а представляли всего лишь одну из версий, как можно выйти из сложившейся ситуации. Стыдно и недостойно. Сжимаясь от страха и унижения, все они, как послушные школьники, сидели у радиоприемников, внимательно слушая очередные заявления фюрера нацистской Германии. «Понимая его подлость и лживость, как кролики, один за другим они ползли в пасть ненасытного питона, губя самих себя и свои страны». В идеях и предложениях никогда не было недостатка, но всегда был дефицит в верных и самоотверженных последователях. Бог не нуждается в идеях. Он ищет верных людей и доверяет им свои планы. Что же собой представляет верный человек? Это тот, который всем сердцем предан делу Божьему и готов все силы приложить для того, чтобы сделать все как можно лучше. Однако он понимает, что понятие лучшего у каждого свое. Поэтому если руководитель, выслушав его предложение, все же видит дело иначе, то у подчиненного не остается никаких вариантов выбора, кроме как в точности следовать заданному лидерам направлению. Это имеет отношение только к верным людям. При этом подчиненный нисколько не огорчается и никогда не пытается добиться своего. Он сознательно и с легкостью переступает через свое мнение и полностью предается исполнению поставленной перед ним задачи как своей собственной. Это верность. Такой человек не только всецело отдается указанному направлению и никогда не допустит мысли противоборствовать видению руководителя, но и отказывается от внутренней двойственности, вызванной иным подходом к делу, чем его собственный. Это верность. И только в случае пересечения последней черты, связанной с личными убеждениями подчиненного, если вдруг придется поступиться принципами и сердечной целостностью, подчиненный должен открыто, как это сделал апостол Павел по отношению к Петру, сказав ему правду в лицо, не согласиться со своим руководителем. И это также верность. Верность собственным принципам. Именно принципам, а не мнением. Мнение не может быть убеждением. Это разные понятия. Потому верность подчиненного своему руководителю проверяется тем, что он готов поступиться своим мнением ради послушания высшей власти. Верность же принципам испытывается, когда человек готов пойти против руководителя, порывая с ним отношения ради своих духовных святынь и убеждений, которые он предать не может. Все остальное, что расположено между этими двумя берегами, является неверностью. Либо неверностью руководителю, либо неверностью Богу в собственной совести. Если общество отказывается следовать за Моисеем и Богом, остается два варианта. Либо вернуться обратно в Египет, либо коротать пожизненный срок вокруг горы. Любая пауза непростительна для человека в позиции лидера. Отсутствие Моисея, даже любая задержка на горе, сразу выявляет новых лидеров в среде народа. Они полны идей, куда направить весь национальный резерв. Отсутствие или даже недостаток ведения в результате чреваты гибелью народа. Смотрите Осия 4.6. Дорога назад это дорога в крепость, в область безопасности. Пугает неизвестность, новые, неведомые, не все любители приключений. Но это далеко не все мои вопросы. Наибольшая сложность состояла в том, что я одновременно хотел видеть людей, следующих в направлении, заданном Богом, и в то же время боялся, чтобы они следовали за мной. Что-то в этом было неправильное, что-то унизительное по отношению к собратьям, самой концепции такого лидерства. Подобные рассуждения порой меня изводили. Они напоминали вирус, который попал в организм и вызывает озноб и ломоту в костях. Я ощущал сильное духовное бремя и переживал сокрушение в поисках ответа от Господа. Верить в Бога или в Моисея Вера есть уверенность в невидимом, основанное на обетованиях, то есть обещаниях, данных Богом. Вера – производное слово откровения, по-другому ей неоткуда возникнуть. Вера – от слышания. А слышание – от слова Божия. Послание к римлянам 10.17. Бог готов говорить с каждым, но только на уровне его духовного статуса. Помазание носит определенный характер, соответственно призванию, вытекающему из предназначения человека. Одних помазывают на пророков, а других – на царей, в зависимости от Божьего определения. Есть служение разного направления и масштаба. И Бог открывает свою волю каждому, соответственно, территории его полномочий. Не может в одной руководящей позиции состоять двое или больше человек. Вернее, могут. Только один из них – избранник Божий, а другой – самозванец, не желающий с этим мириться и признавать решение небес. Самуил, по слову Господа, помазывает Давида на царство вместо Саула. Как только Дух Святой почил на Давиде, он отступил от Саула. Он и не мог не отступить, потому что царское помазание переместилось от одного к другому. Смотрите, Первое царство, 16 глава, 13-14 стихи. То же самое произошло с Духом, который был на Илии. Он почил на Елисея только после того, как Илия был вознесен на небо. В духовном мире имеют место ранги и соблюдаются принципы субординации. Когда дело касается общества, Бог избирает одного человека из среды народа в качестве посредника, помазывая его на соответственную миссию. Это в корне отличается от демократического уклада общества, в котором люди выдвигают кандидатов в президенты, представляющих их интересы. Золотой середины быть не может. Это две модели мироустройства. Теократическое и демократическое. Пресвятерианское, то есть форма организации управления христианской церкви, при которой властные полномочия предоставлены избираемым коллегиальным органам. И конгрегациональное, то есть управление осуществляется всем собранием путем голосования. Модели управления церковью оказываются выгодными для всех, кроме Бога. И в этом их утопичность. В таких структурах никто, ни пастор, ни духовный совет, ни тем более общество не берет на себя личной ответственности за видение от Бога, прикрываясь один другим. В то же самое время общество чувствует себя защищенным, ибо голос каждого учтен, а значит, в решении любых вопросов победит мнение большинства. Кто же такой посредник? Между кем и кем? Ибо посредник при одном не бывает. В послании Галатам 3.19 написано «Закон преподан рукою посредника». На самом деле все очень просто. Если я не Моисей, то у меня практически не может быть видения, куда направлять общество. Теоретически, идей и предложений может быть сколько угодно, хоть отбавляй. Вот только кто будет отвечать за конечный результат? Говорят, когда в Древней Греции демократия достигла своих максимальных масштабов, было решено идею каждого считать достойной всего народа. Оказавшись таким образом в собственной западне, греки удивительно мудро вышли из ситуации. На самом деле государство было готово воплотить в жизни любую идею любого своего гражданина. На это отводилось 4 года сроку, после чего делали глубокий анализ общественных реформ. Если идея не прижилась или была во вред Отечеству, ее автора публично казнили. Но вернемся к сравнению себя с Моисеем. Мы можем оба смотреть в одну сторону, но горизонты у нас открываются разные. Я гляжу на восток с первого этажа, а Моисей со 101. Я вижу до соседского забора, а он до земли обетованной. Мне ничего не остается делать, как поверить Моисею на слово. Мой спор с Моисеем – признак моего недоверия ему, упорства и несогласия с Божьей моделью структуры управления обществом. Я согласен следовать за Богом, но за Моисеем нет. Я ему не доверяю. Я не могу ставить Бога и человека в один ряд. Я отказываюсь верить в людей, кем бы они ни были. Однако проблема в том, что откровение для общества подается исключительно через посредника – Моисея. Так распорядился Бог. Кто же такой Моисей? Разве он не один из нас? Разве только с Моисеем говорит Бог? Кто поделил нас на классы? Эти вопросы вызваны не просто чистолюбием отдельных особ, но неверием в Моисея, который якобы говорит от имени Иеговы. Зря мы так плохо думаем о Кореях и Дафанах. Они не бунтари против Бога. Они заботливые и смелые люди, несущие ответственность за свои семьи, не желающие мириться с авторитаризмом Моисея. Это просто невыносимо. Нас водят за нос. С нами совершенно не советуются. Нас ни во что не ставят. Пусть ты, Моисей, голос Бога, а мы голос народа. Мы сенат. Мы совет старейшин. Мы парламентарий. Мы голос народа. Должен ли народ иметь гарантии, что его голос учтен или нет? Как бы ни противилось все мое существо Божьему подходу к руководству, сколько бы это ни вызывало во мне страха, что я не имею возможности влиять на ситуацию, сколько бы ни было отрицательных примеров злоупотребления властью в истории, однако, избирая Моисея, вождем для Израиля, Бог воспитывал веру людей именно в Моисея, как в своего раба. И поверил народ Господу и Моисею, рабу его. Исход 14, 31. И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. Исход 19, 9. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Евангелие Иоанна, 5 глава, 46 стих. Иоанн Креститель был предтечей, возвещающим приход Христа в мир. Он был послан приготовить путь Сыну Божию. Его мессианская задача была настолько важна, насколько и неподъемна. Без веры в Иоанна народ не может верить и во Христа, которого тот представляет идущим после себя. Формула проста. Кто не уверовал в Иоанна предтечу, тот отверг и его Христа. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Евангелие Матфея, 21-32. Вопрос, крещение Иоанна было с небес или от человеков, в каком-то роде был поворотным для всей духовной элиты Израиля. В отвержение Христа берет начало с непризнания, посланного пред ним Иоанна. Однако даже если признать, что Иоанн с небес, он в любом случае человек, подобный всем остальным. Почему вдруг именно этот молодой человек должен стать направляющим вектором для всего общества? В который раз эти вопросы снова и снова упираются в Божий суверенитет. Таково определение свыше. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Евангелиана 1,6. Вопрос не в Иоанне, а в его посланничестве и в том, кто стоит за ним. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Евангелие Иоанна 13,20. Эту цепь невозможно расчленить на звенье. «Не признавая Иоанна, я отвергаю Бога и Его волю». Фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Евангелие Луки, 7 глава, 30 стих. Вопрос не в Иоанне, а в его избрании на роль предтечи. Более того, в отличие от времен Ветхого Завета, после Вознесения Христа Дух Святой почил на каждом из учеников. Апостол Петр убеждает, что и вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Это величайшее обетование принадлежит каждому верующему без исключения. Но когда дело касается общественного устройства, элементарно, начиная с обычной семьи, состоящей всего лишь из двух людей, вступает в силу принцип субординации, строго обязывающий одного повиноваться другому. Обязательства эти налагаются Богом, равно как им утвержден и сам принцип. Характерным является не просто подчинение человеку, но признание его власти от Бога. Посему противящейся власти противится Божию установлению. Послание к римлянам 13.2. И не только это. Важно понимать и верою соглашаться, что никто иной, как сам Бог, руководит посредством установленной им власти в семье, церкви, государстве и на небесах. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене – глава муж, а Христу – глава Бог. Первое послание к Коринфянам 11.3. Говоря о подчинении жены мужу, речь не идет о ее второсортности или преимуществах мужа перед нею. Они оба – человек. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину. Бытие 1.27. Если и присутствуют некоторые физиологические различия и вытекающие из них психологические, то эти различия никак не относятся к духу человека, который представляет собой его подлинную сущность. Нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам 3.28. Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Евангелие Марка 12.25. Эти и подобные им утверждения исходят из того, что дух без пол, и это в полной мере уравнивает мужчину с женщиной. При этом жены должны быть в подчинении у мужей. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Послание к Ефесинам 5.28. Ситуация в церкви аналогично семейной. Младшие повинуйтесь пастырем. 1 Петра 5.5. Пастыр не является главой церкви, но Христос. Если и имеется какое-то отличие между пастором и остальными членами церкви, то исключительно в их функциях, как отдельных членов того же тела, не более. Пастор, как и всякий другой христианин, в личной жизни вадим Духом Святым. Но ради устройства общества церковное собрание должно признавать власть и помазание Божие на пасторе, через которые Господь созидает и направляет всех вместе. Здесь демократии не предполагалось. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Послание к Евреям 13.17. Принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово Человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине. 1 Фессалоникийцам 2.13 Если же кто не послушает Слово Нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 2 Фессалоникийцам 3.14 Есть две нераздельно связанные между собой установки – быть подвластным и иметь у себя в подчинении. Это понимание Сотника удивило самого Христа. Смотрите Матфея 8 главу с 7 по 10 стих. «Только высшая власть может наделять подвластного ей человека правом иметь у себя в подчинении других людей. Независимость и свобода далеко не одно и то же. Каждый должен быть свободным и каждый должен быть в подчинении». Более того, Христос Сам смирил Себя, а Моисей захотел страдать с народом Божьим, что дало возможность воспитать из него кратчайшего человека из всех людей на земле. Смотрите книгу «Чисел» 12 главу 3 стих. «Я не верю в принудительную кротость. Бог не признает смирение раба. Только свободный может стать в подчинение высшему парангу. В Божьем замысле нет никого, кто бы не был в подчинении. Непокорность, непослушание и противление – три греха, совершенных Саулом, которые сделали его независимым от Бога». Не играет роли, насколько высоко положение, занимаемое человеком, все равно. Над высоким наблюдает высший, а над ним и еще высший. Книга Экклезиаста, 5 глава, 7 стих. «Именно к такому разумному завершению придет вся история нашего мироздания. А затем конец, когда Он, то есть Христос, передаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится, покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 24-28 стихи. Какую же программу предлагает противник? Имя Сатана происходит от слова «противиться». Его программа глобализации. Этот процесс необратим. В него втянуты все социальные группы, верования, экономические структуры и политические силы. На самом деле глобализация мира – это организация войны антихриста против Христа и его церкви. Я отчетливо вижу, где и почему истинная церковь станет объектом всеобщей ненависти. Когда все религии и верования преодолеют собственный эгоизм во имя мира во всем мире и подадут друг другу руку общения и соединят все свои божества в лице единого Бога, не выделяя их богов особенностей друг при другом, то церковь этого сделать не сможет. Истинная церковь признает исключительное господство Христа над собой, и этим она единственная окажется неверотерпимой и непримиримой пред всеобщими усилиями религий ради мира во всем мире. Сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами и постигает имеющую в очреве и не избегнут. Первое послание к фессалоникийцам, пятая глава, второй и третьей стихи. Беседуя однажды с человеком на сороковой день его поста, я был удивлен, к какому выводу он пришел в результате такого изнурительного опыта. Он сказал, «Мы даже не представляем себе, какой бунтарь живет внутри каждого из нас». Смирение начинается с признания высшей власти. Легко под высшей властью подразумевать Бога, но я говорю об отце и матери в доме, муже в семье, пастыре в церкви. Независимость – первый признак того, что человек или церковь, деноминации оказался за пределами Божьего замысла, выпал из его определения или никогда не был в нем. Формальности здесь ни при чем. Ценно духовная наследственность, причастность к корням. Мы не с луны свалились, мы не начали что-то самостоятельное или отдельное, но продолжаем труд других людей, наших предшественников. Создание чего-либо независимого не только невозможно теоретически, потому что в конце концов мы чьи-то дети, но невозможно и практически, потому что никогда в одиночку мы не родим своих детей. У Бога существует большое поле для труда. Так что никому не угрожает остаться безработным. Можно примкнуть к любому делу, на любом участке работы и стать частью видения, именно частью целого. В этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Евангелие Иоанна, 4 глава, 37-38 стихи. Когда с этой вершины оглянешься на своих предшественников, увидишь целое облако свидетелей, которые смотрят на тебя с великими надеждами, вверяя в твои руки достояние своих многовековых чаяний, «Боже мой, как стыдно на их наследие создавать свой личный бренд!» Чувствуешь себя последним подлецом, блудным сыном, который, собрав все отцовское имение, пошел в дальнюю сторону и там расточил, живя распутно. Не приведи, Господи, спаси и помилуй, спаси и помилуй». Федор Михайлович Достоевский. Легенда о Великом Инквизиторе. Фрагменты. Выборочно. Действия у меня в Испании, в Севирии, в самое страшное время Инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и в великолепных аутодафе сжигали злых еретиков. О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится Он, по обещанию Своему, в конце времен, во всей славе небесной и которая будет внезапно, как молния, блистающая от востока до запада. Нет. Он возжелал хоть на мгновение посетить детей Своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию Своему Он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он появился тихо, незаметно, и вот все, странно это, узнают Его. Народ непобедимой силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи света, просвещения и силы текут из очей Его, и, изливаясь на людей, потрясают их сердца ответную любовью. Он простирает к Ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют Ему Асанна. Это Он, это Сам Он, повторяют все. Это должен быть Он, это никто, как Он. И вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. Оу, Он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера перед народом, когда сжигали врагов римской веры. Нет, в эту минуту Он лишь в старой, грубой, монашеской своей рясе. За Ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники, и рабы Его, и священная стража. Он хмурит седые, густые брови Свои, и взгляд Его сверкает зловещим огнем. Он простирает перс свой, и велит стражам взять Его. И вот такова Его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен Ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания вдруг наступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментальна, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и бездыханная севильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему, «Это ты?» Но, не получая ответа, быстро прибавляет. Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и право не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь лишь, что будет завтра. Я не знаю, кто ты, и знать не хочу, ты ли это, или только подобие его. Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это? Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми? Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми. Но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать. И уж, конечно, не можешь и думать, отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать? Великий Дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что Он будто бы искушал тебя. Так ли это? Реши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос. Хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь, лисии камни в этой ногой раскаленной пустыне, обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарные и послушные, хотя и вечно трепещущие, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам, лучше поработите нас, но накормите нас. Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещала им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые, они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными, они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое, мы их обманем опять, ибо тебя мы уже не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот, что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот, что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них, кого ты вознес до себя. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал. И это кто же? Тот, который возлюбил его более самого себя? Уважая его менее, менее бы от него и потребовал. А это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи, неужели мы не любили человечество, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его, хотя бы и грех, но с нашего позволения. К чему 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 теперь пришел ты нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись! Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобой, а с ним. Уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. Тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные, мы взяли от него Рим и меч кесаря, и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей, а между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. зачем ты отверг этот последний дар? Кто более всего способствовал этому непониманию? Скажи, кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? На стадо вновь соберется и вновь покорится и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы разрешим им и грех. Они слабые и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить, потому, что их любим. Наказание же за эти грехи так и быть возьмем на себя. А нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию. и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому, что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созыждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что ты пришел нам мешать. Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник ему ответит. ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда». И выпускает его на темные стог награда. Пленник уходит. Комментарии к легенде о великом инквизиторе. В произведении Федор Михайлович Достоевский представил как раз апогей двух систем мироустройства. Главное в том, что инквизитор, как представитель церкви, не просто признает свое отступничество от завещанных ему принципов, но в Христе видит угрозу своему делу. И настолько дело его велико и слажено, что он готов осудить Христа на сожжение и даже вечную жизнь потерять во имя этого дела. Но и это еще не конец. Инквизитор не может равняться с Христом, а значит есть кто-то другой, от имени которого он выступает, откровенно сознаваясь, мы уже не с тобой, а с ним. При этом он верует в Христа и тем больше причиняет себе страданий, обрекая себя на богоборчество произвольно. Он понимает, что церковь никак не могла бы занять такое положение в мировой системе, не будь она сама частью этой системы, ибо подлинное царство Христа не от мира сего. Суть вопроса в том, кто кем будет править, кто кому будет служить, мы Богу или Он нам. Но Христу ли привыкать быть слугой? Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить. Только оказывается, что служение это немногие оценили, потому что Христос исполнял волю Отца, а не людей. Вот где тайна сия берет начало. Что мне с Христа при всем Его всемогуществе и даже доброте, если я не могу этим пользоваться по своему усмотрению? Если молитвы мои не выполняются так, как я об этом прошу, до тех пор, пока они не совпадают с волей Отца Небесного? Не по-нашему все это, а не по-нашему, потому что по-божьему. Если же я по-божьему, во благо для меня, то что тогда вызывает во мне недовольство? Бесправие. Да, да, именно бесправие. Я унижен отсутствием прав. И это перед кем же? Перед Богом ли? Это и есть скрытое богоборчество, бунт, притязание не просто на равенство с Ним, но на первенство перед Ним. Ибо кто больше, спрашивает Христос, возлежащий или служащий? А я между вами как служащий. Именно так. Я больше тебя, Христос. Я говорю тебе, что делать, а не ты мне. Моя воля, а не твоя, да будет. Иначе, если воля твоя, то не ты мне, а я тебе служу. И не говори, что служишь мне, ибо одним ты только можешь это доказать, исполнением моих желаний. Потому я и молюсь тебе, и верую в тебя, и ты сам виновен, когда молчишь в ответ на мои молитвы. И не кори меня за неверие, и не наказывай, ибо как мне верить, если молитвы мои к тебе безответны? Вот ты обличаешь свой народ через пророка Исаию, говоря, вы молитесь и поститесь не так, чтобы голос ваш был услышан на высоте, ибо в день поста вашего вы хотите исполнять волю вашу. Ты бесспорно прав для того и пост, и молитва, чтобы исполнялась воля моя, и никем иным, как тобой и силою твоею, иначе зачем я молюсь тебе? Ты сам пренебрег моими желаниями, мечтами, чаяниями, ты сам повел нас путем беспрекословного раболепства перед отцом твоим, ты был виден перед ним, как овца на заклане, и как агнец, предстригущими его, безгласен был. Неужели и твой голос ничего не значил перед решениями Бога? А твой пот кровавый, а сильный вопль со слезами, если возможно доминует меня чаша сия? Я смущен и ничьим иным, как твоей беспомощностью перед волей отца. Эта авторитарная суверенность не оставляет места моим молитвам. Это бесправие мое и есть наибольшее унижение меня. И кем же это? Тем, кто любит меня? Тем, кто сына своего не пощадил ради меня? Если же ты убеждаешь нас, что пришел служить нам, то что стоит для тебя исполнить просьбу матери? Скажи, чтобы два сына моих этих сели у тебя один по правую, а другой по левую сторону. Зачем ты отвечал ей, не знаете, чего просите? Мы именно просим то, что знаем, чего хотим, иначе не просили бы. А тебя просим, преподая к ногам твоим, потому что веруем в тебя, иначе не преподали бы. Неужели в твоей премудрости и великой духовной находчивости не нашлось бы другого ответа этой женщине, кроме кому уготовано отцом? мы мы не враги твои и не противники. Наоборот, мы те, которым приходится утешать скорбящих, убеждая их возлагать свои упования на Бога. Они боятся хулы на тебя и потом продолжают молиться и ожидать ответа. Мы научили их, что в Боге нет вины, что причиной неотвеченных молитв их является их собственное неверие. Из-за этого на многих, кроме креста их личных страданий, мы возложили еще один крест, назвав их неверующими в тебя. Эта вина пригибает их до самой земли, и крест этот наш тяжелее креста их недугов, но в этом мы находим последнее благо для их душ. Снимая подозрения с тебя и возлагая вину на них, мы тем самым защищаем имя твое от хулы людей, чьих желаний ты не выполняешь, чьих молитв не слышишь. Мы не можем сказать им правды, она слишком тяжела для них, сам суди, можем ли мы сказать правду матери с черными от горя глазницами, слагающей обеты у кровати смертельно больного ребенка, что все это напрасно, что в любом случае намерение твое не может быть остановлено, а если вдруг кто-нибудь один из десяти тысяч каким-то никому неизвестным образом сможет проникнуть в тайну твоих предрешений и своими слезами и кровью души своей тронуть твое сердце так, что ты изменишь свое определение, то и это не во благо ему, а во зло будет, ибо только ты имеешь намерение о нас, намерение во благо. Но есть и такие, которые всерьез поверили в ложь нашу о том, что тобой можно править, главное верить. Потому они превознесли веру выше тебя самого, ибо нашли ответы свои в ней, а не в тебе. И здесь воля твоя ни при чем, ибо главное не в том, что тебе угодно, но в том, верят ли они. И если верят, то верующему все возможно. И твои ведь слова цитируют из святых писаний. И это наиболее страшное всего, ибо они получают то, во что веруют, и тебе приписывают ответы на свои просьбы, ибо утверждают, что все, чего не попросите в молитве, верьте, и будет вам. И воля твоя, и суверенность не угрозой, и желанием их, они взошли на свой олимп веры. Теперь утверждают они, что мы скажем тебе, а не наоборот. Вот учение веры, величайшее открытие христианского гуманизма. Бог мой соработник. Хотя апостол Павел писал, мы соработники у Бога. Мы требуем прав и свобод. На самом же деле под спудном и ищем права править. Нас больно ранит бесправие, непричастность к руководству, подневольность. Мы хотим царя, как у прочих народов, заявляет Израиль пророку Самуил. Это больше невыносимо иметь Бога царем. Мы люди, и нам нужен царь-человек, который будет водить нас. Бог далек от наших реалий жизни. Молитв целого народа не хватит, чтобы хоть как-то влиять на его планы. Мы вне удела, наш голос ничего не значит. Так дальше продолжаться не может. Нам нужен кто-то свой, один из нас, не более. С Богом все слишком однозначно. Нет права на диалог, на аргументы, логику. Нет права влиять, нет права править. Самуил близко к сердцу принимает это заявление, молится, и Господь отвечает ему. «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». первая книга царств, восьмая глава, седьмой стих. Свершилось Саул первая страница в истории царей израильских, первые ростки свободных демократий, оттепель, весна, все по-новому, или вернее сказать, по-старому, как у прочих народов, наконец, все, как у людей, вот оно, рождение новой формы человеческого общежития. Теперь все будет по-другому, теперь мы не без прав, мы не быдло, не тягловый скот, мы народ. Теперь всем есть место, и у всех есть право. Совет старейшин, суммарный голос народа перед лицом царя-монарха, а царь манекен в мундире, игрушка в руках кукловода. Подними свой рейтинг, Саул, не робей, застолби себе место, лови общественные настроения, угадывай наши желания. Ты один из нас, помни, пока ты наш, мы твои. Ты думаешь, тебя избрал Бог? Ошибаешься. Бог послушался голоса народа, вот как велик он народ. На дворе новый век, истину определяет не пророк, а большинство. мы знаем, каково тебе между двух огней, но посмотри, теперь и Бог считается с нами. Ты наш избранник, лицо нации, служи отечеству, Саул, и будет вечен твой престол. Что пророки, какой от них толк? Они одиночки в своем отечестве, ибо презрели наши интересы, отвергли молитвы наши ради его голоса. Но если даже Бог отвергнет тебя, это уже ничего не изменит. Ты наш, а не его. Эпоха судей миновала, теперь эпоха царей, карты перешли в другие руки. Теперь не мы его народ, но он наш Бог, и ты наш царь, теперь все наше, ибо время наше. Политика котел страстей, коллективная истерия. И главный козырь в том, что каждый голос что-то значит. Ты влияешь на судьбу всей нации, в твоих руках будущее страны, ты определяешь завтра. Атеизм это не отрицание Бога, а провозглашение себя вместо Него. Взойди, человек, воссядь на свой трон. Вот постулат демократии. Отдай за нас свой голос, и мы споем твою песню. Добро пожаловать в развитой социализм. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Мне говорят, что если бы царство во времена Давида управлялось сенатом, то вряд ли бы он, то есть сенат, позволил царю сделать народную перепись. Но поскольку последним словом обладал царь, а не его советники, то слово царя превозмогло. За грех Давида Бог наказал весь народ. Как же возможно одному человеку управлять таким большим обществом, когда все расплачиваются за твои ошибки? Аргумент на самом деле имеет вес. Однако я все равно остаюсь на стороне Давида. Мы люди злопамятны, потому что злы, и у нас хорошая на злое память. Мы не хотим признать, что если бы царство времена Давида управлялось другими, а не Давидом, который непрестанно искал Божьего водительства, то оно никогда бы не было столь устроенным, но терзалось бы смутами, разделениями и междоусобными войнами. Самая большая ошибка демократии на церковном дворе, это когда люди получают больше голосов не потому, что видят дальше, а потому, что их больше. В результате побеждает не дальновидность лидера, а близорукость большинства. Десять соглядатаев оказали на общество израильтян влияние большее, нежели Моисей, Навин и Халев, за которыми стоял Бог. Увы, демократию предпочитает голосу откровения, голос большинства. Уста священника должны хранить веденье, потому что он вестник Господа Саваофа. Малахия 2.7 «Так как ты отверг веденье, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною». Осия 4.6 Священник поставляется для того, чтобы принимать от Бога и передавать людям веденье. Отсутствие или даже недостаток веденья разрушает церковные собрания. Священников превращают в манипуляторов, а лидеров в диктаторов. Прежде всего важно понимать принципиальную разницу между правителем и управляющим делами. В своем большинстве современная литература и учебные программы в христианских образовательных структурах преподают менеджмент и лидерство с мирской точки зрения, признавая способность целеполагания самым отличительным качеством лидера. Акцент смещен с откровения, что есть ведение от Бога, на якобы веру, как самый мощный потенциал в человеке. Такое положение вещей не оставляет места для проявления воли Божией, личного водительства Святым Духом и послушания Богу, что является самым важным в духовном руководстве Церковью Иисуса Христа, в которой никто иной, как сам Бог, является правителем, полагающим цели перед нами, а мы выступаем только в роли управителей его делами. Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Евангелие Луки 17, 10. Ни одна форма управления Церковью не может быть оправдана, если она начинает ограничивать или повреждать направления, заданные Богом. Управлять это и есть вести в определенном направлении. Если же управление Церковью это функция человека, то направление это прерогатива Бога. В этом и заключается отличие правителя от управителя. Но ты же, Господи, ведаешь, как тяжело прокладывать пути, по которым ходил бы весь народ, как нелегко собрать рассеянное стадо с бездорожья на дорогу твою. Сколько требовалось сил для образования государственности, основанной на твоем десятословии, пока этот разрозненный, буйный и хаотичный дух рабства не смирился перед твоими заповедями. Скрипач на крыше известное произведение о еврейских традициях утверждает, что нет другой силы, кроме традиций, которая смогла бы сберечь еврейский народ в рассеянии на протяжении тысячелетий. Не таким ли образом и сегодня, в эпоху массовых миграций славянских народов, наши духовные корни помогают новому поколению лучше понять себя. Осознание своей причастности к опыту предков усиливает в человеке чувство достоинства и налагает особую ответственность в смысле продолжения дела его отцов. Эта глубокая колея традиционализма служит во благо слабым, сберегая их от блужданий по бездорожью, но в такой же мере она и мешает сильным следовать за компасом духа. Эти две модели следования букве или духу не только разделяют людей на категории, но разделение это проникает в душу каждого человека в отдельности, тем самым вызывая в нем состояние двойственности. Чему отдать предпочтение? В соблюдении буквы закона есть по крайней мере ясность, что от человека требуется. Это неизменные во веки заповеди, для всех одинаковые и посильные, заповеди с гарантиями и многочисленными доказательствами их практичности в истории. Дух же личность непредсказуемая, никому не подвластная и не подотчетная, открывающая себя в своем суверенном волеизъявлении. В отличие от кодекса правил, это столб облачный или огненный, который начинает двигаться в любое время суток и в любом направлении, вне каких-либо предсказуемых закономерностей. Он не оставляет места не только объяснением, но даже вопросом. Вот здесь-то мы в своей немощи и предпочли избрать букву, а не дух. Слишком он для нас страшен в своем авторитаризме. И glucose hugs и там останавливались станом . над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинией. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь, следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Книга чисел, 9 глава, 17 по 23 стихи. Следуя призывам Духа Божьего, я не освобождаюсь от ответственности перед буквой закона, отнюдь, даже напротив. В лечении Духа зовут меня значительно дальше минимума определяемого традицией. Я же, страшась воли Божией, неизвестной для меня, как улитка, прячусь в раковину заповедей и традиций, соблюдая которые я уверенно обрету жизнь вечную. По большому счету это все, чего я ищу. Как только исчезает угроза со стороны моих необузданных страстей, я удовлетворяюсь традицией вполне. Я вижу в ней спасение мое от мира, так же, как мой маленький попугай находит свое избавление в клетке от разгоряченных, неуправляемых детей, готовых разобрать его на перышки. Так неужели мы призваны беречь традиции только для того, чтобы они, в свою очередь, спасли нас? Это спасение в резервации доказывает лишь наличие страха перед неизвестным и недоверие водительству Духом Божьим. Что же у нас остается в таком случае? Какие путевые знаки определят наше завтра? Традиции, предания церкви, опыт предков, история становятся единственной цитаделью, могущей обеспечить нам уверенность и стабильность. Примечательным является то, что в крепость традиций мы убегаем не столько от мира или многообразия теологических точек зрений, сколько от Бога и Его воли. Именно Его суверенное господство вселяет наибольший страх. Неужели, Господи, мы и сегодня готовы предпочесть египетские котлы земле обетованной? Неужели мы опять не узнаем времени Твоего посещения? Человек же видения – это человек веры. Он живет только в будущем, в несуществующем, в том, что, видимо, отчасти, сквозь тусклое стекло. Такой человек в настоящем присутствует лишь телом, чтобы дать возможность Духу воплощать свои задачи из вечного во временной, из духовного в материальный, из будущего в настоящее. В этом и заключается концепция веры, которая называет несуществующей как существующей, тем самым вынуждая жить в области вызова миру материи. При этом совершенно не важно, чего человек достиг или сколько скопил. Как только он отвечает на зов Духа, он автоматически перестает жить потребительски, так как начинает питаться от воли изъявления Божьего. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его» Евангелия Иоанна, 4 глава, 34 стих. Мы стоим перед выбором, либо хранить старые понятия, ставшие доброй традицией, либо жертвовать своим имиджем во имя задач, поставленных Богом. Так было и так будет всегда. Как только руководство церкви избирает первое, кислород перестает поступать в мозг, и мы теряем свое общественное сознание. Если же церковь соглашается отказаться от своих понятий ради Божьих велений, тем самым она почитает волю главнокомандующего и превозносит его. Ничто не может так сплотить и консолидировать силы коллектива, как ясно сформулированная цель, за которой стоит Бог.